здравствуйте дорогие товарищи к вам обращаюсь я к жителям советского союза которые еще живы пока что как я но на самом деле это шутка конечно не только к жителям советского союза а ко всем тем кто смотрит вот это все я вас благодарю смотрящих вот это все за то что материально поддерживаете этот замечательный канал за то что пишите комментарии не стесняйтесь пишите я не иронизирую не издеваюсь не смеюсь большим удовольствием все читаю иногда отвечают даже вот почему я начал на советском союзе потому что те кто там жили и любили рок-музыку наверняка знают польскую группу breakout и альбом blues 1971 года издание это переиздание у меня повезло мне как-то вот нашел переиздание настоящая оригинальная польская какой-нибудь там вышло вышла пластинка в 2013 слава богу поляки переиздают свое наследие рок-н-ролльная и блюзовая и роковая это очень здорово вот две пластинки еще есть у меня breakout они совсем старенькие совсем старенькие еще тех лет это 74 год камни называется пластинка и 79 зол что такое зол это не соль это опознанный летающий объект это 1979 год предпоследний альбом замечательной польской группы как они жили я не представляю себе потому что тогда уж налепо лидер и главная движущая сила ансамбля breakout сначала назывался он black out кстати говоря и в польше играли как black out а потом по-моему в 68 году они перемен переименовались breakout первый концерт во всяком случае был 68 как пишут источники я не будем под каким названием они работали но это не суть важно мы знаем эту группу как breakout всем советую всем тем кто не слышал очень советую очень хороший был доклад как они существовали непонятно потому что тогда уж налепо был таким символом андеграундные молодежи польской в рваных джинсах волосатый играл на гитаре громко и в общем это конечно в соцлагере в польше конкретно не приветствовалось так же как и в советской россии это это шло в разрез абсолютно с культурой социалистической культурой да соцреализмом как угодно можно это называть но еще бродский сказал по моему что с советской властью меня разногласия эстетические то есть культурные культурный код как можно при сейчас модно говорить культурный код как-то раньше мы не говорили ни про как бы культурный код мы говорили про просто про культуру так вот это явная нестыковка была и на самом деле это настолько вот те кто жили тогда те меня поймут потому что если начать слушать когда мы слушаем там джимми хендрикса кого угодно эрика клептона мы воспринимаем их и их контексте западной культуры в контексте мировой культуры и что такое советская культура практически уже все забыли почти осталось замечательное кино высочайшего уровня просто потрясающего замечательная литература осталось но это это все такие вещи очень красивые очень хорошие очень дорогие по качеству по своему но они как бы музейные они не не мы не погружаемся в эту культуру да это музей эта история уже а те кто вот находились там и представить себе что группа breakout играет том поле в той вот этой атмосфере это настолько как-то странно и необычно непривычно насколько это отличается от вокально инструментальных ансамблей того же времени там скажем советского союза да там всякие голубые гитары и поющие гитары замечательно качество игры очень хорошие все проблем нет но музыка вот она она разная она разная одна музыка укладывается вот в это поле культурная социалистическая а другая не укладывается сама культура другая сам звук другой сами музыкальные фразы другие они они раздражают они тревожат они будоражит а будоражит нельзя было ничего не надо будоражит все было ровно хорошо гладко как положено по графику и тех кто начинали будоражить это это некоторые в психиатрические больницы уезжали просто насильно до некоторые ссылку выезжали как иосиф гроцкий и многие другие некоторых выпихивали за горой за границу просто как там василия аксёнова и ряд других пинут того же гроцкого и вот как этот безумец тогда уж налепов польша играл свой дикий блюз а он дикий совершенно невероятные и и как удавалось и пластинки выходили ведь ну в польше вот как-то так получилось то тогда у нас не получалось потому что если мы возьмем 71 год вот этот альбом блюз который считается и на мой взгляд тоже является самым лучшим у брака вот хотя все пластинки хорошие и вот эти две которые у меня есть они тоже замечательные но если все и я прекрасно помню студию мелодия в ленинграде да там работал юра морозов звукорежиссер покойный к сожалению и морозов говорил что в середине уже 70-х годов даже когда какие-то ансамбле пытались играть на гитаре с так называемым фузом а точнее с фас называется эффект так все понимают ну авердрайв будем говорить ладно когда звук авердрайва слышали на мелодии гриша это нельзя это надо звук изменить уж это брак это искажение звука искажение звука не допустимы в советской музыки и гитара с авердрайвом это брак это я не выдумываю ребята это чистая правда это юра морозов работающий на мелодии рассказывал что ну нет не писали гитару с авердрайвом ну нет просто нет и все послушайте любые записи вокально-инструментальных ансамблей советских времен там ничего такого ничего вот этого нету просто как факт как явление а здесь настоящий я слышу и вы услышите настоящий просто гитарный блюз мирового уровня и настолько это здорово настолько интересно и тогда уж налепо конечно это я не буду говорить о том что он не признанный гений он признанный гений это герой польской музыки тут к бабке не ходи и не только польская а вообще и стран соцлагеря и нашей страны те кто те кто вообще интересуется помнят что-то те про тогда уж и налепо конечно все знают и помнят к сожалению он умер если мне память не изменяет в 2007 году в 2005 умерла мира кубасинска с которой он начинал работать и работал долгие ну долгие годы скажем так она была участником группы breakout она выпускала сольные альбомы тогда уж налепо играл на ее сольных альбомах она пела breakout и все было очень здорово к сожалению их уже нет в живых но пластинки остались и слушайте их это полный кайф потому что я вспомню сразу пройдут по этим альбом вот этот самый камни 74 год он отличается от блюза потому что он как но он время прошло уже все-таки четыре года три точнее стали играть немножко по другому но произведение под названием молитва шикарно здесь семь с половиной минут 7 минут 14 секунд все что хотите до 7 минут и блюзовая история пошла на гитаре прелестная просто просто прелестная ну и на второй стороне камни тоже 6 7 минутная композиция жесткая точная но здесь здесь все-таки звучание другое очень хорошая штука очень хорошая вот она этом самым не опознанном летающем объекте что мне здесь понравилось здесь и продюсирование уже другое и очень как-то плотно стала группа звучать на что похоже даже не могу сказать ни на что не похоже похоже на breakout но какого-то полета здесь я вот уже в этой самой золи не чувствую она дико профессиональная дико просто она вырезана вычищенная и и куба синска здесь поет уже вместе с налепой ну как то вот не знаю но она мощная если говорить о драйве а мощи то вот этот из из этих трех она самая плотная по звуку самая мощная пастинка ну а что касается блюзы это просто полный кайф вот если берем вторую сторону сразу и файвере the wind произведение начинается за начинать за здравие заканчивая упокой нет начинается за упокой тихо хорошо на басовом рифе потом вдруг басовое соло со звуком почти контрабаса я не знаю на каком инструменте играл здесь бас-гитарист на такой звук между бас-гитарей контрабасами никогда полуакустический вас не знаю на чем играл и такое довольно длинное соло внятное интересное и потом вдруг взрывается гитара налепо взрывается так как будто здравствуй хендрикс пришел или кто-то или не маха не маклафлина не играл блюз ну ну какие-то такие почти авангардно джазовые пассажи фразы же и все это в блюзе все это поперек ритма такие взрывные пассажи взрывные фразы и вот это да скорость точность звук громкий жирные и так так просто вбивает и и вот эта штука она конечно в социалистическую извне из выражения парадигму вообще не ложится никак как это всем с первым году в польше выпустили такую музыку я ума не приложу ну опять-таки польша там там так вот получилось у них это даже не это даже не омега венгерская все-таки там по там хард-рок был все синтезаторы гитары но как-то все было помягче и поприличнее красивенько довольно здесь никакой красоты здесь звериная ярость блюза и очень оригинально играет хотя глупость я сказал что значит оригинально играет тогда уж налепо если я могу сказать если вы слушаете блюз много лет или немного но так достаточно углублено то вы согласитесь со мной что все блюзовые гитаристы отличаются друг от друга нет ни одного похожего гитариста похожего на других ну я имею ввиду таких нормальных уже больших блюзов гитаристов не не учеников из музыкальной школы людей которые работают на сцене пускают пластинки они все разные все блюзовые музыканты все разные абсолютно и те люди которые говорят что блюз это все одно и то же они просто не слышат просто ну не вслушивались не не слушали блюз просто вот чтобы послушал одну пластинку другую там другого исполнителя третьего исполнителя они все разные налепо конечно он сам по себе существует в гитаре хотя это практически ну это не первый альбом break out но один из ранних да совсем she went a different road первая песня она мне напомнил сразу джона майло вот так я сам все противоречил но не по не по фразировке блюзовой а по структуре по написанию песни по голосовой линии сразу напомнил напомнил джона майло дальше when i was a little boy вторая песня она мне напомнила питера грин а вот но опять таки не не содранные фразы питера грин а своя музыка своя история но общая общая ткань общее полотно прямо как будто как будто питер грин уже после flitwood mac что странно 71 год еще только да и очевидно что налепо очень внимательно слушал группу flitwood mac ранние записи потому что как вот по по ткани по общей по картине звуковой довольно довольно много общего но при этом гитарист все равно другой гитарист другой и если говорить вот об этой пластинке камнях то здесь на ум приходит манера полу косово из группы free и папу по лучше я хочу сказать просто более лаконичная музыка здесь на камнях более лаконичная сторону free все-таки немножко здесь распрягся налепо по полной просто отвязная абсолютно гитара игра безумная а потом он стал немножко играть более сухо более сжато более строго и более точно в общем говорить о блюзе хорошо но лучше его послушать breakout пластинка блюз 1971 год золотая классика то что называется если вы любите блюз вообще в принципе или не в леса просто хорошую рок-музыку ну и напоследок я вам скажу конечно что ешьте побольше жирного острого сладкого и соленого а я пошел пить пока